Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала Марина Цветы. Сегодня я хочу с вами поговорить о гладиолосах. Это страж нашего участка, потому что цветоносы похожи действительно на меч. И гладиолосы настолько красивы и настолько мощны в своих композициях, что завораживают нас все больше и больше с каждым годом. Конечно, очень много вы все знаете о гладиолосах, практически никаких новинок я вам не расскажу. Но на некоторые особенности хочу заострить внимание. То, что гладиолосы обязательно осенью надо выкапывать, потому что это не многолетнее растение, оно не зимует у нас в саду. Очень хорошо гладиолосы хранить в обычной коробке из-под обуви. Для того, чтобы они не высыхали в зиму, я их засыпаю опилки. И, конечно, мы их не храним в достаточно жарком помещении. То есть температура должна быть хотя бы градуса 18. Они очень хорошо зимуют, но самое главное это осенняя подготовка. Вы должны выкопать, вы должны просушить, может быть, обработать от грибковых заболеваний фитоспорином и уложить уже на хранение в зиму, для того, чтобы порадовать гладиолосы вам и на следующий год. Но сейчас ранняя весна, и мы говорим о весенней подготовке. Если у вас гладиолос хранился или вы купили вот такой шелухи, перед посадкой вам обязательно надо его зачистить. Это все лишнее. Вы должны оголить клубень гладиолоса, для того, чтобы он мог дышать. И начинать свой рост, не тратив дополнительной силы и резервы на преодоление этой сухой оболочки. Обрывайте очень осторожно, потому что здесь у нас есть точка роста, которая очень важна. И вот, дорогие мои зрители, я хочу вам показать гладиолос, который согнул свою точку роста. Это неспроста, потому что хранился, по всей видимости, у меня гладиолос как хотел. Кто вниз, кто вверх. И вот даже по началу развития точки роста, мы можем даже определить, как гладиолос хранился. Поэтому, если вы цветовод достаточно деликатный, разложите в коробке с подобови гладиолосы, луковички, вот именно вот так вот ровно. Потому что выращивая свои гладиолосы, может быть, даже вы купили, вы очень часто замечаете, что ваш меч, скажем так, у гладиолоса, деформирован. Он просто вот такой вот извитый. Это была проблема хранения в период, когда просыпались с точки роста. В течение зимы это не актуально. А вот уже в марте месяца, видите, вот это может быть одна из проблем. Гладиолосы любят солнечное место. Конечно, вы посадить можете по всему, по всему участку. И одиночные посадки, по два, по три гладиолоса. Вы можете создать целые грядки. Но я советую вам создать вот такую композицию, посадить гладиолосы букетом. И использовать это корзинки, которые вы используете для посадки тюльпанов или мелколуковичных растений. Но вы знаете все, как тяжело гладиолосы, тоже выкапывать осенью тяжело. И образуется очень большое количество деток. Если у вас сорт достаточно эксклюзив, то тоже очень ценный материал. Поэтому, используя вот такие корзинки для луковичных, я советую вам очистить георгины, вложить их в этот контейнер. Композицию у вас получится, вы не представляете, необыкновенно. У вас сразу будет букет гладиолосов. Это очень красивое будет зрелище. Буквально на расстоянии 5-7 сантиметров друг от друга. Глубина корзинки уже вам показывает, на какую глубину мы сажаем георгины. Глубина посадки всех луковичных должна быть 2-3 высоты луковички. Я думаю, вы это все знаете. Гладиолосы не являются исключением. И вот так, очень аккуратно, по корзинке, вы распределите свои гладиолосы. И поверьте мне, у вас летом получится необыкновенный букет гладиолоса. Эта композиция настолько вас не оставит равнодушной. И действительно, гладиолосы создадут очень яркую и привлекательную картинку. Но самое главное, то, что вам осенью очень легко будет уже выкопать их, подняв просто лукошко, перебрать, отсертировать детки и маточные луковички. Я обращаю внимание на то, что размер луковички зависит и от сорта, но чем старше луковичка, тем она крупнее. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Не гонитесь за большими луковичками, потому что, скорее всего, резервы растения практически уже на грани. Поэтому вот такие молодые, двухлетние, они самые благоприятные и дадут очень красивый такой меч, и вы порадуетесь этим растением. Небольшую особенность я вам рассказала о посадке гладиолоса, как я выращиваю свои цветы в своем саду. Спасибо, что вы были со мной. Если вам интересна тема цветов, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал, и мы не потеряем друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!